Я тот, кто может дать вам главное. И что же? Пиво! Заходите. Бейтесь, Несмерч! В фильмах Марвел Человек-муравей был всегда маленьким персонажем. О, такой! В своей первой части он не спасал мир, а занимался ограблениями. А в сиквеле с самым эпичным финальным моментом был выросший посредине улицы дом. Вот такой вот эпик был у него. А что я сделаю? Ну и все. Третья часть отличается от того, что было. Попав в самый-самый маленький мир, герои устраивают громадных масштабов события. Он способен переписывать реальность и нарушать ход времен. Да, это, конечно, не самара. Сюжет следующий. У Стивена Лэнга подросла дочка. Эту героиню исполняет уже третья актриса, но это не важно. А важно то, что она ученый, гениальный ученый. И она увлекается не маленькими приборами своих одноклассников, а микромиром. И она в одиночку изобрела микросканер этого микромира. Но что-то идет не так, и всех героев, что стоят вокруг этого прибора, затягивает в этот микромир. Как это происходит? Во-первых, случайно. Во-вторых, как-то. Уже на этом месте любители придираться могут придираться на всю свою оставшуюся жизнь. Но я не такой. Я предпочитаю кайфовать. И Человек-муравей 3 это фильм, от которого реально можно кайфануть. Потому что тот микромир, куда попадают персонажи, он не то что проработан. Он выпендрежен. Например, те покосмические просторы или космические существа, которые нам показываются в «Звездных войнах», должны обладать какой-то долей реалистичности. То есть мы должны поверить, что все существует в рамках той фантастики, которую нам предоставили. Все существа, кроме духов джедаев, должны быть из плоти, крови, как-то выглядеть естественно. Человек-муравей и его существа не такой. Это гораздо-гораздо больше похоже на Фатураму и на Рико и Морти. Причем в хорошем плане. Давай, пошли и вышли. Приключение на 20 минут. Shut up and take my money. Если в стандартном фильме Марвел в основном получаешь удовольствие от экшена, персонажей и юмора, то здесь просто периодически в кадре мелькают разные разнообразности, да, существа. И это уже весело, это уже просто развлечение. Оба-на! Ты такой видишь существ, которые состоят из камня. Или человека-желе. Или электрическое какое-то существо. В «Звездных войнах» не может быть ходячего электрического существа. А здесь может. И оно появляется буквально на один кадр. И это тебя развлекает в одном кадре. Но таких кадров очень-очень много в этом фильме. И в этом плане это прям как детская мечта, оживший мультик. Вы увидите. Зарождение новой династии. Живым может быть вообще абсолютно все. То еда оказывается живой, то дом, в который заходят герои, оказывается живой. То этот дом уже оказывается летучим домом. То этот дом уже может оказывать сам сопротивление. То этот дом может страдать по другому дому. То есть вот этот фильм развлекает вот такими придумками. Мне кажется, это так классно. И это действительно что-то необычное. Что-то прикольное, новое, свеженькое. Ну, очень интересно. И вот для меня это было главным развлечением. Основные герои стали для меня третьестепенными. А вот как раз третьестепенные персонажи, которые мелькают по чуть-чуть, стали для меня главными героями. Лично мне скучным вот в связи с этим не было вообще. Но с личными переживаниями героев я не проникся. Ни отношениями Скотта с дочкой, ни мотивацией Канга. Честно говоря, в сериале Локи это было поинтереснее. Хотя играет актер хорошо. Ни, допустим, появлением Бюлла Морея. Честно говоря, его просто сделали как развлечение. Типа, смотрите, у нас на две минуты есть Бюлл Мюррей. И это не веселит так, как его появление в Замбалэнде. Например. Здесь так получилось, что персонажи это просто повод повеселиться и устроить нечто другое. Потому что, например, у осы и у муравья есть приборы, которые уменьшают, увеличивают предметы. И какая-нибудь шутка в виде живой еды в тарелке с помощью увеличивающего прибора оказывается вдруг врагом для персонажей. Или Скотт Лэнг попадает в еще больший микромир внутри микромира, там, в прибор. Сталкивается с аномалией. И это другая интересная ситуевина, которая полностью меняет условия игры. И там уже начинаются свои, абсолютно другие оригинальности. И я был уже весьма-весьма доволен этим фильмом. Потому что мне показался он самым оригинальным в плане придумок со времен первого Доктора Стрэнджа. Как вдруг оказалось, что это еще самый эпичный фильм со времен Четвертых Мстителей. Потому что в конце внезапно происходит массовая битва одних существ с инопланетянами, с самыми разными инопланетянами. У всех инопланетян свои разные способности. Какое-то маленькое существо может оказаться каким-то большим монстром. Кто-то стреляет из своей собственной головы, а на кого-то нападает дом. То есть это не просто эпичная битва, это весьма интересная эпичная битва. При этом сам злодей, он тоже весьма эффектен. Например, сериал «Пацаны». Там был момент, когда злодей лазером уничтожал целую толпу. А потом оказалось, что это он только представлял себе. Потому что нельзя устроить такой геноцид в рамках планеты Земля. Но в «Человеке-мравье» это можно сделать. И это сделано. Там злодей в одной из сцен прям идет и прям убивает тонну солдат. И делает это весьма жестоко, страшно и просто раз за разом. И после эпичной и весьма интересной битвы есть еще одна эпичная битва с участием еще одной новой страны. И она тоже выглядит интересно. И на фоне этих массовых побоеч главный герой немножко теряется, но, к счастью, ему хватило достаточно своего времени. Например, он эпично идет спасать свою дочку, когда он идет в своем гигантском обличье, там, кричая имя злодея, «Канг, ты мне обещал!» В своем костюме Скотт Лэнг гораздо опытный теперь боец. Он гораздо проще теперь и уменьшается, и увеличивается, и пользуется этим постоянно, наносит интересные удары, не стесняется быть огромным и давить врагов. И даже тут есть рукопашная драка между муравьем и злодеем. И в трейлере это казалось абсолютно глупо. Почему? Почему это вообще происходит? Как это нелепо! Оказалось, что это действительно весьма интересный контраст после всего того, что было, после того, как люди дерутся в своих костюмах со способностями, после эпичных битв, обычная рукопашка выглядит как весьма интересное противостояние. Причем Скотт Лэнг, как персонаж, он не знает кунг-фу и не обладает горой мышц, и поэтому такое противостояние показывает его наиболее уязвимым. И это делает такую драку гораздо более интересной. Ты думал, что победишь? Человек-муравей и оса квантомания это прям вот всесторонне отличнейший развлекательный продукт. Мне немножко не хватило вот отношений между членами семьи. Оно вроде все сделано по книжке, все такое правильное, но не зацепило. Может быть, оно лучше бы сработало, если бы на протяжении всех фильмов про Человека-муравья и Мстителей дочь Скотта играла бы одна и та же актриса с самого юного возраста и вот до теперешнего. Мне кажется, по возрасту она как раз подходит. Но в связи с тем, что это были три разные актрисы и в этом фильме оно тоже как-то не супер-пупер чувствительно, вот этой связи отца и дочери я не прочувствовал до конца. Это причем неплохо, это просто невелико, да? То есть, мне кажется, это нужно было сделать как-то глубоко и тогда бы фильм был на 10 из 10, но этого не произошло. И это не делает фильм ужасным. Он не не шикарный, а отличный. И мне кажется, это очень здорово. По мне, этот фильм один из лучших за последний Марвеловский год. То есть, это самое интересное, самое разнообразное, самое оригинальное действие. Я кайфанул, чего и всем желаю. А кто посмотрел, напишите, что думаете вы, поставьте видео лайк, заходите в мой телеграм за рецензиями и мемами. Сделал ролик? Илья Кролик. Всем добра. А что делать? Муравью хуй приделать, что делать?